Всех приветствую! К нам в сервис вкатили вот такой замечательный аппарат. Это уничтожитель бумаги, он же шредер. Принцип действия прост. Сверху вставляется пачка бумаги до 16 листов и она собственно уничтожается до образования мелких кусочков. На корпусе приклеена надпись «Сошел с ума». Посмотрим, что с ним не так. Включаю в сеть, на задней части также включаю тумблер. И механизм сразу работает. Так быть не должно, ведь бумаги сверху нет. Видно, как крутятся ножи и они не останавливаются. Даже нажимая на сенсорную кнопку включения-выключения ничего не происходит. Пока он работает, продемонстрирую весь процесс. Сверху вставляется бумага, а в корзину он осыпается уже измельченный. Те же ножи, но с нижней части. Разбираем устройство, чтобы найти проблему, отсоединяя лоток для корзины от головы. Затем уже откручиваю винты корпуса головной части. Также тут есть датчики. Один из них – это наличие бумаги перед измельчением. Состоит он из ИК-светодиода и фототранзистора. Когда пользователь вставляет бумагу, он прерывает светодиода и размыкает цепь. При включенном шредере инфракрасный светодиод горит. Напряжение на датчике есть. Это хорошо, значит он должен отрабатывать как нужно. Далее обратился к реле. Возможно они залипли. Стучу по ним отверткой и после нескольких серий постукиваний шредер наконец успокоился. Замыкая датчик наличия бумаги, механизм снова крутится. Значит дело было в залипших реле. Их тут два – для запуска мотора и для реверса. Собрал шредер и теперь он работает как нужно и сам отключается. Можно сдавать его заказчику. Но нет, были куплены два новых реле на 24 вольта взамен с залипающим старым и они будут заменены. Так как они не той формы, что оригинальные, распаял их проводами к плате. На самой плате есть шелкография, облегчающая распайку. После установки новых реле шредер работает так же хорошо, как и должен. Теперь точно можно отдавать клиенту, не боясь, что он вернется с такой же проблемой. А вот и пачка 16 листов, как указано в характеристиках. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь оно кому-то пригодится. А я прощаюсь с вами, подписывайтесь, впереди еще много ремонтов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok